Спасибо большое топ-донатеру с никнеймом Кракен Так, дорогие зрители, у нас возникло небольшое недопонимание Возможно, все еще не все поняли, что мне похуй на российский гитарный ютуб Пожалуйста, передайте эту информацию всем, пусть все знают, что мне похуй Распространите это везде просто, среди всех распространите Мне вообще не интересно, ребята Ну кого я обманываю? Нет, никого я не обманываю Это метал-ирония Давно уже пора понять, привыкнуть, запомнить, что мы живем в особую концепцию Ну что ж, смотрим Еще раз всех приветствую, как вы заметили, сегодня у нас видос без заставки Он будет немного необычный, но очень и очень важный Может быть, даже один из самых важных на канале Поэтому смотрите его до конца и надеюсь, что вы полайкаете, прокомментируете Ну, в итоге он скрыт спустя время Но в целом это на тот момент ничего важнее Нос чешется к дигам, если что, ребята, а не к тому, что это гонево Значит, на тот момент, ну, для многих из нас ничего важнее не было Репост Символично, что я снимаю это видео Микрофон, кстати Либо этот, либо родственник его Видео в том же самом месте, где я снимал видос пару лет назад, который назывался «Как вас дурят гитарные блогеры» То есть там мы обсуждали разного рода клипы, когда, допустим, тот же самый с TVT Или подобные персонажи просто там кривляются с гитарой под записанную заранее какую-то минусовку И так далее Было весело, тепло, солнечно Сегодня место то же самое, но погода сильно хуже И, в общем, тема нашего видоса сегодняшнего будет тоже сильно и сильно грустнее Я думаю, как вообще, с чего лучше Как же он красиво разгоняет Начать Еще раз скажу, потому что видос не выключайте Заваривайте какой-нибудь чаек себе И старайтесь смотреть до конца Сразу скажу, что я помню тебе обещал, что на канале я не обсуждаю всякие там какие-то хейт-штуки То есть не отвечая на хейт-высеры Это не то То есть сегодня я хотел просто вам показать В том числе и ради вашей безопасности, по камере кибербезопасности Некоторую важную информацию, чтобы вы понимали реально полную картину, как оно происходит И, конечно, снять с себя часть всяких жутких обвинений О которых я даже не подозревал Значит Я думаю, что многие знают, что у меня есть разного рода В смысле, не у меня, что в моем пользовании А что, как бы, у моей персоны есть разные там хейтеры с каналами В основном это говорили Так, я сейчас что-то не... Значит Я думаю, что многие знают, что у меня есть разного рода В смысле, не у меня, что в моем пользовании А что... Ну, как бы, у моей персоны есть разные там хейтеры с каналами В основном это говорилки, которые не показывают свои лица И там, как правило, несется просто полная дичь про меня Людейшее оскорбление, оскорбление родственников Оскорбление еще всего столько можно Без границ абсолютно Ну и я думаю, что многие помнят ситуацию Когда был конфликт с Антоном Апарином Когда он начал против меня войну То есть, если помните, опять же, когда я его в своем видосе попиарил У него было на канале 300 подписчиков Потом, соответственно, к этому вечеру стало 700 после моего пиара И стало все расти Он мне писал, что типа Насколько я помню, так и было Спасибо, мужик, ты офигенный Фигачишь просто чума, видел твои видосы Ну, может, не буквально так Но, типа, как именно, там было и есть переписки Они давно уже В интернете в открытом доступе И, соответственно Плюс-минус так Суперблогеры и так далее Ну, я думаю, все это помните Даже не смысл эти скрины вставлять Если потребуется, напишите Потом кину их отдельно в описании Я думаю, все это все помнят Ну, думаю, сейчас это уже не актуально Сегодня писать, просить кинуть что-то Но Ну, типа, эти скрины При желании находятся Вот и все Потом он поднял строй И скрины, типа Лично у меня Давайте про себя скажу У меня нет ни единого основания Не доверять Тем самым, не знаю, скриншотам Видеозаписям экрана На которых показаны эти переписки Которые были Просто Что такое право на конфиденциальность Еще в те годы Уже давно В общем-то Все позабыли Так что смотрим дальше Чуть-чуть раньше Скрины вставлять Если потребуется Пишите, потом кину их отдельно В описании Там и так далее Я думаю, все это все помнят Потом он поднял строй Ладскую войну Никто не понимал, что ж такое Он объяснял про то, что якобы Я обосрал Силкина Еще что-то Какая-то херь Но потом Гна Силкина Которая там То ли Кем-то было воспринято Как говна Что на самом деле Имелось в виду Гна Господина То есть Г-дефис на Сокращение Вполне себе По правилам Русского языка Это, насколько я помню В сентября вышел видос На канале Ты слышал Где Дима Объяснил конкретно Потому что так совпало Что Дима Одноклассик Силкина И в общем У них была там вместе конфа И он объяснил опарину Что типа нет Никто Силкина не обсера Вот видишь Типа там так и так Гна Это не значит говна Это значит господина Я даже это помню Представьте Сделал вид, что понял Но после этого Все равно продолжил свою херню И соответственно Он думал Ну потому что Желание Дешевого Халявного хайпа Оказалось выше Уважение И благодарность К человеку Которого ты Ну который Во-первых Помог Собственно Не помог А по сути Ну и Сделал этот самый канал То есть там эти 300 подписчиков Набирались Я не знаю Там может Год, два, три Я не знаю сколько В итоге Просто бах И именно с того момента С упоминания В каком-то видосе Набирающего тогда Популярность Ред гитариста Я помню У него было там Тысяч сорок Тогда подписчиков На канале Когда Я вкатился Так сказать Во все это Ну и собственно Вместо того Чтобы Проявить благодарность Так сказать Уважение К человеку Который Значит что тогда Фред гитарист сделал Упомянул Антона Апарина После После Переписки Между Там Апарином И Фредом Как раз на тему Ну типа Апарин написал Что привет Респект Наконец-то Кто-то вот Начал выдавать базу Все-то типа Клево сказал Про там Слэша Бла-бла-бла И все такое При этом Мы помним Я недавно Свои видосы Пересмотрел Я их может быть Позже тоже буду Там не знаю Открывать Или что-то с ними Делать Думать Оказывается Еще восьмилетний Или там Сколько-то Примерно Столько Ему было Лет Парин Заявил И информация Об этом Ну Источник Как мне показалось Весьма авторитетный Газета Комсомольская правда По городу Самара Не дать бы соврать Что там Группа Queen Одна сплошная фанера Вот То есть Ну скажем так Будучи человеком Который в целом С детства Не стеснялся быть Критически настроенным Он Написал Такое вот Какое-то Письмо Значит Респекта Фрот-гитаристу Они возможно Там о чем-то пообщались Я не помню Вот уже детали И подробности И Собственно Антон был упомянут На канале И Это дало каналу Буст Вместо Того Чтобы Отнестись к этому С респектом И благодарностью И Пусть Даже Если бы Там было Прямо написано Говна Силкина Да Там Типа Даже это Я считаю Типа Можно Было бы Пропустить Типа Спустить на нет Просто Все из того же Просто чувство Как бы Самоуважения Потому что Ты похвалил человека А теперь ты будешь Значит До него Причем За его Мысли И будешь в итоге Там докапываться Из-за Какой-то Какого-то там Говнонамека На То что он Соврал Когда он Скорее преувеличил Типа фред гитариста В том видосе Про То что нет никаких Склеек И Из-за Значит Якобы Из-за того Что там Была гна Ну То есть Не верится Что это было причиной Соответственно Скорее всего Причиной Было Ну На мой Личный Субъективный Взгляд Дешевое Желание Хайпа И осознание Того Что В тот момент Как и до сих пор Мне кажется Просто Хотя сейчас Уже вряд ли Любой Абсолютно Там Залупай Бабка Бакалейного Там отдела Канальчик На котором Просто Новый канал Создаешь И Выпускаешь На него Ролик В любом В самом Дерьмовом Качестве О том Что Там У тебя есть Какое-то Новое Мнение О том Почему Все-таки Фред Гитарист Нехороший Человек В чем он Все-таки Ужасно Неправ Этот видос Вот так Вот набирает Просто моментально Сотню тысяч Просмотров Чувачки Многие каналы На этом Собственно Поднялись И Потом Они Остаются В лабиринте Фреда Не выбираясь Из него И Ну Типа В лучшем Случае Как-то Приустроившись Благодаря Привлеченному Вниманию Как там Не знаю Асти Макбрейн Например Какой-то был Он там Умудрился Как-то Гитар-баттл Сгонять Еще что-то Просто поднял Себе Чуть-чуть Медийность И дальше Сейчас я не знаю Что с ним Наверное Он пользуется В общем-то До сих пор Плодами Той своей Деятельности Фред гитарист Ты всегда Все Ты вошел В историю На века И Долго Еще Годами Тебе там Не знаю До тебя будут Доноситься Какие-то Отголоски Того Тебя Кто-то Там Где-то Там Упомянул И так далее Вот При этом Как выяснилось По мне Это еще И не зависит От того С какой стороны Баррикад Ты находишься То есть Будь ты Критик Фреда Который В какой-то Момент Был все-таки Разнесен И постепенно Пожух Видосы про Фреда набирают От 10 К просмотров Видосы Которые Чел сам допустим Выкладывает Своё творчество Или любой другой Видос Они 200 просмотров Набирают Вот Я при этом Тоже набираю 200 просмотров Но у меня и видосов Было по 10 в день То есть Формат Вот этих стримов Типа Про него мы позже Еще поговорим Но даже у меня Он в итоге Все равно Приводит меня К тому Что я Вкатываюсь Опять В это Все Говнище Вот такая история И не знаю Вообще Выберусь ли Когда-то И Не думаю Что это Очень-то Завидная Какая-то Судьба Ну Что ж Продолжаем Пока что Что-то не вскроется Никогда Понял Но после этого Все равно продолжу Свою херню И соответственно Он думал Что-то не вскроется Никогда Но Дима Это вскрыл Показал этот факт За что Опарин назвал его Крысой То есть помнишь Да Дима с канала Ты слышал То есть Милейший человек Который просто не мог Больше терпеть И он показал Почему вообще Что-то произошло То есть почему Опарин напал Мне в целом Похуй На гитарный ютуб Но да Вот Как-то так оно все И было Насколько я знаю Объяснил Это все Для того Чтобы его школу Раскрутить И так далее И вот В общем-то Сделал Ну да Да То есть Дешевый хайп С целью Продвинуть Значит Свои услуги Свою Медийность Поднять В итоге Что самое Отвратительное Для меня И самое Неприятное Это то Что у него В общем-то Все получилось И он Как бы До сих пор Вот там Что-то у него есть Его никто не трогает И Существует Огромный Просто массив Людей Которые По Ну типа Которые Знать не знают Всю эту ситуацию Целиком И Видимо Из-за того Что Опарин Обрел просто Большую Медийность Сегодня Этот массив Стал уже критическим И видимо Уже приходится Даже меня Выковыривать Там просто Значит Знаете Типа Как Пенсионер Типа Там Ветеран Гитарных войн Ушедший уже На почетную пенсию Слушающий музыку Я уже И там Нейросенс То есть Чутка Значит Со слухом Есть там Снижение И Другими темами Пытаюсь заниматься Вопросиками А вот Вот Все Видимо Видимо Ребятки Настало Время Так сказать Расставлять Все точки Снова Это Вскрылось А парень В этот же день Пришел Мириться Помните Потом были Видосы На моем канале Так Это Внезапная Вставка Рекламная Не совсем рекламная Если что Можно заходить Ко мне на стрим Кидать мне Мои любимые Любой Жанр Экстремального Металла Я с удовольствием Послушаю Прокомментирую На его Что типа Все В принципе Другую музыку Можно Заходите Читайте Описание Ребятки Посмотрите Пожалуйста Другой Мой Контент Мне как Еще Простите Там Все Самое Это Интересное Оно Ж Не Только Вот Это Там Еще Другое Есть Я же Музыкой Как бы Занимаюсь С 5 лет Наверное Типа Не Не просто Так Так что Давайте Давайте Заключаем Там Мир Все Войны Прекращаем Просим Типа Чтобы Не было Срача Я могу Даже Показать Этот Скриншот Так Давай Обсудим Некоторые Пункты Спрашивает Кто Кому Пошел На встречу Без Комментариев Ну Типа Давай Договоримся Говорить Так В целом Это Нормальная Ну Типа Попытка Значит Относительно Полюбовного Там Решения Какого-то Конфликта Удаляю Блокирую Попытки Оскорбителя Как-либо Задеть Членов Твоей Группы Джейс Взаим Прошу Оградить Изотова Теплова Честно Я Помню Вот эту Фамилию Не помню Даже Что это за чел Тыры-пыры Тыры-пыры Ну Типа Просьба Оградить От этого Ну Если честно Я бы уточнил Что значит Что это значит В каком смысле Что я должен Делать Для этого Типа Тереть все Комменты Или там Внести их В банлист Как именно Он себе Это представляет Но У себя Он это Как-то Делает Ну Я не знаю В итоге Это как бы Фред Сдержал ли он Это слово Ну Полагаю Что да Но не знаю По поводу фанеры Можно Говорить Что этот вопрос Не затрагивался В договорен Что Я даже не помню К чему это Вопрос не обсуждался Как третий вариант Можно проигнорировать Эти вопросы Пусть все Все забывают Короче Такова была идея Опарина Ок Фред говорит Ок Смотрим дальше Ну вот Я естественно Подумал Что все нормально То есть Все успокоились И все Понятно Что мир В такой ситуации Именно такой Типа там Братан Вряд ли возможно Потому что После такого Подлого предательства Когда ты человеку Искренне помог Без всего Без денег Без всего Просто помог А он тебе Вот такую херню сделал На тебе набрал Подписчиков Людей себе В школу набрал Именно на мне И после этого Какой-то мир Ну нет Но естественно Срать нет Я обещал не срать Поэтому я обещания Свои держу Как оказалось Он нет То есть Все это время Вдумайтесь С сентября До Сейчас у нас январь Получается Все это время Он накидывал инфу Этим говорилкам Приказывал им Что делать Ну не то что приказывал Объяснял им Типа набросы всякие Допустим Вот выходил Гот видос На тему гитариста И об этом В итоге Ну просто Как бы Всплыла информация То есть было обещание Что Такое не будет Ну и Видимо все таки Имелось ввиду Мы вообще Этого не делаем Но видимо Да вот Решил Парень хитро обойти Как то Публично У себя на канале Там или у себя В своих соцсетях Этого не делать Но по факту Продолжать заниматься Просто значит Такой Достаточно Омерзительной И как бы Даже не знаю Какое слово Подобрать Для этой вот Деятельности Ну в общем то Заниматься Тем О чем собственно Мы сейчас дальше Послушаем Сейчас паузу Перезапуск Этот стрим лагает Что происходит Опять новый срач Нет Старый срач Мы снова Переразбираем Расскажите предысторию А вот Хуюшки Хуюшки Вы ребята Пришли Только сейчас И это Вы сами Виноваты В этом Надо было Давным-давно Подписываться На телеграм Моисея Великанова Заходить на стримы Интересоваться Не знаю Еще что-то Ну все Хуй вам Будете пересматривать Видосы теперь Как бы Перематывать Там и так далее Никакой предыстории Не отсмотрим дальше Давайте посмотрим Скриншот Постепенно Разберетесь Я думаю Ну вот То есть он Не успокаивался Он отсматривал Все мои видосы Оба никнейма Помню Еще со времен Там Ну активного Моего участия В гитарных срачах И при этом Ну как только Началась музыка Началась критика Начались Обсуждение Тем Как бы Более касающихся Значит Музыки В русскоязычном пространстве Чем Блять Отношения Блогеров Друг к другу Вы ушли Поэтому Честно Ну как бы Ребят Расскажите предысторию Что происходит Вам и так В принципе Сейчас Рассказывается Пред 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 Предыстория Ждите Смотрите канал Подписывайтесь И Все Как бы Искал какие-то места Где я мог что-то ошибиться И этим говорил К информацию скидывал К тому же Пока пруфов нет Сожалений Но почти все уверены Что одна из говорилок Это он сам Мы в самом начале Грядущего Просто Гига жуха Который уже будет Больше чем большой Просто пока что Присоединяйтесь Да и все Есть То есть потому что Он как бы Скидывал эту информацию Как будто ей И это как бы Все вместе Появлялось Ну и там Вообще много Других всех Косвенных факторов Вплоть до того Что аппараты Телефоны одинаковые Ну в общем Много-много всего Но сегодня Даже не про это Сегодня я буду вам Показывать именно Железобетонный Пруф Потому что Это пока догадки Но я думаю Что опять же Рано или поздно Все тайное Станет явным Значит что он сделал То есть он Прикинулся жертвой Он этим хейтерам Сказал что якобы Я короче там Был типа там Про меня Что супер там Какой-то гитарный Крутейший Первый гитарный Но он меня Типа нанес Сокрушительное поражение На тему поражения Любой желающий Может зайти на Сошвобет И глянная статистика Моего канала То есть там будет видно Что апрель 2019 Такая просадочка Потом возврат обратно И снова рост Так он мне нанес Сокрушительное поражение Поверим Он мне нанес Ну это Поражение Что-то я блять Аж сам запутался Нанес поражение Так правильно говорят Да-да-да Ну да Так А что супер там Здесь мысли немножко Да конечно Скомканно сформулировано Я уже сейчас сам Что-то не понимаю О чем речь Гитарный там Крутейший там Первый гитарный Но он меня Типа нанес Сокрушительное поражение На тему поражения Любой желающий Может зайти на Сошвобет И глянуть Статистику моего канала То есть там Тогда это можно было сделать И у меня был Ряд просто роликов На канале В которых я это делал Это снято на видео Видео выложено там При необходимости Блять Можно будет поискать Так Будет видно, что Апрель 2019 Такая просадочка Потом возврат обратно И снова рост Вот такое Сокрушительное поражение Да То есть Тогда Когда Я понял о чем речь Когда парень Снял тот свой ролик По-моему Около недели У Фреда Была Отрицательная Статистика подписок То есть Количество Отписывающихся Людей От канала Превышало Количество Подписывающихся Объясняю Максимально Вот прям Я не знаю Идиотским языком Что это значит Если у тебя Есть Ютуб канал На который Залито Сто роликов Предположим Сто роликов Которые Каждый из которых Набирает Сто просмотров В день Да Например Давай прям В paint Вернемся Как мы любим Значит То у тебя Есть И предположим Что Сто человек То есть Один процент От просмотров На тебя Подписывается Значит Просто тупо Вот ты снял Эти сто Видосов Да Типа По сто Процентов Каждый из которых В среднем Набирает Плюс сто Просмотров Когда на самом Деле Там у тебя Двадцать процентов Видосов Будут набирать По три тысячи В день И восемь Процентов Не знаю По десять Просмотров В день Пускай так Условно Ну среднее Медианное Да мы берем Значение И предположим Далее Предположим Что Все это В сумме Приносит тебе Плюс сто Подписчиков В день Правильно То есть У тебя Всегда Просто тупо За факт Того что У тебя Лежат Уже Отснятые Эти видосы На канале Подписки Будут Итить И у тебя Вот ты можешь Ничего не делать Месяц На канале Например Но Статистика Всегда будет Плюс сто Плюс сто Плюс сто Там десять тысяч Будет набираться Предположим В месяц Это супер Все утрированное Но типа Блядь Давайте так считать Просто чтобы было проще Люди так и продолжали Подписываться И Они при этом И отписываются Всегда Тоже То есть Всегда Есть Как бы Ну там Блядь Я не знаю Как это нарисовать Но каждый день Помимо того Что стоп Подписываются Типа там Блядь Давайте допустим Что нормальная Там средняя статистика Для такого же канала Что Минус десять Типа Отписываются И в итоге Весь график будет Девяносто На самом деле Чуваков В день В плюс То есть Ты выходишь в плюс Десять Отписались Сто Подписались Десять Отписались Сто Подписались Вот Неделю У Фреда Были там Не отписки Все-таки Давайте прям Максимально точно И научно Скажем Раз уж мы так Блядь До деталей Все разбираем А отрицательная Динамика То есть После ролика Опарина Значит При том Что так и остались Все те же самые Плюс сто Подписок в день Но около Недели Было Предположим Блядь Не знаю Минус Пятьсот В день Давай даже так Допустим Когда эта Неделя прошла Я это помню Прям блядь Сам смотрел Этот social blade Динамика постепенно Нормализовалась И выровнялась И пошла дальше Наверняка В social blade Даже сейчас Можно там Это перепроверить Посмотреть Вот Прям Надеюсь Так понятно А то блядь Мне И про это Тоже Помню Как Миллион роликов Просто приходилось Переснимать Из-за того Что Долбоящеры Не в состоянии Понять Как следует Собственно Что Все Это Значит Вот То есть Можно Кратко Сказать Шли Отписки Но Давайте Все-таки Уточним Максимально Ну Так вот И он Сказал Ну Так вот Короче Да Это Произошло Это был Там Самый Такой Крупный Удар Который Я не знаю Что сделал Типа Отписал От Фреда Всех Дурачков Которые Просто Поверили Опарину С первого Слова Ну Типа Вот Такой Был Крупнейший удар По каналу Фред-гитарист Наверное В истории Вот Но там Самое Прискорбное Не в том Что был Удар По каналу Самое Прискорбное В том Что был Ну Что это Просто Принесло Мерзавцу И Предателю Антону Опарину Гораздо Больше Гейн Типа Ну Типа Фреду Это там Плюс-минус Пофигу Скорее Досадно Что Говноед На этом Поднялся Вот и все Что за счет того Что типа Это огорчает Что ему удалось Блять Типа Сделав просто Все максимально Омерзительно Каким-то хреном Остаться Для Немаленького Процента людей Абсолютно сухим Из воды выйти И быть хорошим Человеком И Оправдываясь Тем Что Те Кто был Против него Это вот Такие Нехорошие Люди Как Блять Джимми Фред-гитарист И видимо Очевидно Я Потому что Вот до меня Как бы учитывая Мой лексикон Тогдашний И соответственно В целом В целом Мою судьбы Те я Ну типа Легко меня сделать Козлом отпущения Вот и все Ну и Видимо Такая ситуация Смотрим дальше Короче Упал на самое дно Меня поразили Я психанул И стал якобы Ему угрожать То есть Понимаете Да Вообще Степень То есть Я понимаю Что есть гитарные Срачи Кто как Загрузил медиатор Еще что-то Но Угрожать Ну конечно Нет То есть Это совершенно Не моя тема Я могу Хамануть Комментарии Когда допустим Опять же Ну я потом Немножко позже Это обсужу Но тем не менее Бывает ситуация Когда человек Нахамил Могу тоже Нахамить ему В комментарии Я никому бы Того тоже Типа В том смысле Точно Не угрожал Как мне хочется верить То есть Угрозы От анонимусов Это Блять То что Просто С чем я На что я уже Даже не реагирую Каждый день Просто Если ты ютюбер Даже такого там Масштаба Как Там я То Если ты читаешь Комментария Сейчас я их закрыл Не знаю Открою Потом не открою Но Ну На этом На третьем На резерве На еще каких-то Каналах Закрыл И значит Блять Ну Типа Пох То есть Это просто Every day Sunday morning Просто очередное Очередной челик Скорее всего Анонимный Потому что Ну Блять Ну а как же Смелость-то иметь Это публично сказать По ряду причин Ее не всем хватает Но угрозы Никогда в жизни Так вот Он им наплел Что короче Я ему угрожал Типа Ему угрожал Как будто Чуть ли не там Кого-то нанять И просто пипец И как оказалось Он это сам Делал Ну по Каким-то перепискам Проекция В чистейшем виде Давайте посмотрим Скриншот Так Ну Опять же Это скриншот Я не знаю Типа Ну хз Это рофлы Не рофлы Чем конкретно тебе Реально Жестко что-то А Это типа Скриншот Переписки Кого-то С Антоном Апарином И здесь Антон Апарин Цитирует То что Вроде Как Ему С его слов Сказал Фредгитарист Правильно? Естественно После этого Вот эти хейт-каналы Просто озверели Потому что Они были уверены Что это Тальный отморозок Который не дает Просто парену Спать по ночам Типа И адски ему угрожает Там и всей семье И так далее И так далее Дальше он прикидывался Все больше и больше Невинной жертвой Что все короче Ужасно И так далее И там вышел Какой-то видос Опять-таки Про фанеру Какие-то противофазы Касательно фанеры Я сделал небольшую вставку То есть я думаю Что те кто смотрит мой канал Прекрасно понимают Что фанерить Мне смысла нет Я могу ошибаться С какими-то вещами То есть допустим У меня был видос Недавно Была премьера Как и всем То ли рубеж То ли клетка Ну вот видите Я аж заговариваюсь Короче трек То ли рубеж То ли клетка В общем там После соляка На премьере У меня бахнул припев С двойной громкостью Потому что я просто Что сделал Я сделал дублика трека Обрезал до соло Чтобы соло сделать дилей И в итоге Получается Видимо я забыл Обрезать в конце И получилось то Что короче Бахнул Двойной припев Поэтому какие-то ошибки У меня бывает при сведении То же самое С той же самой пахловой То есть у меня было Там не знаю Тримор битейка Я выбирал Что-то сравнивал И возможно Я где-то да Лупанул случайно Что у меня Например два куплета Прозвучали одинаковые Вы сами видите Что видеоряд не обрывается То есть там нет Каких-то перемен Камер и прочее Там все отыграно Но возможно Даже там звучит Как бы не именно Тот куплет Который звучал там На видео Но фанера Это немножко другое Фанера Это когда человек Сыграть не может Или спеть не может И он записывает заранее Просто там открывает рот Или машет руками Кривляется Но это конечно В таком понимании Ну еще это может быть Клип И короче Здесь тоже Определение фанеры Ну в целом Типа авторское Юрия Петровическое С которым я не согласен Не фанера Какое-то редактирование Случайно Да возможно Но вы прекрасно понимаете Что потом На стримах Показалось Сыграть треки Можете идти на стрим Посмотреть Я выкладывал миксы То есть стримить Естественно Не поддельный Я делал это в программе Кулэдит про Увидели Ну в общем Это опять же Те кто смотрит канал Те кто понимает В гитаре Хоть как-то Они понимают Что естественно Я уж то что По хламу По фанере Точно не стал Тем не менее Вышел какой-то очередной видос До который показывает Что куплеты там Типа возможно одинаковые И А парень что сделал То есть он говорит Что типа этот видос Он написал мне Что он придумал угрозы Типа что якобы Я ему угрожал Для того чтобы хейтеры Гасили этот видос Потому что он панически Ну это как бы Мысль очевидная Что потому что он панически Боится нарушения перемирия Потому что если перемирие нарушается Появляется снова видос Снова понятно Почему начал войну И соответственно Все понимают Вот сейчас вам покажу Интересный скриншот Все понимают Кто он еще есть на самом деле Это был Единственный спор Бла-бла-бла Ненавидит за прекращение Войны с тобой Я не знаю Про кого он говорит Ну похрен Какие угрозы расправы Троим Я придумал историю Что у нас с тобой До расправы были угрозы Это было способом Утихомирить хейтеров А другое не работало То есть у него были Благородные Блядь Мотивы Утихомирить хейтеров Удачного стрима Лучше успешно Вот сейчас вам покажу Интересный скриншот Он говорит Что буквально за час-два Этот видос должен удаляться И как бы он напоминает О том Что он хейтерам Постоянно помогает Давайте посмотрим Общаюсь сейчас С крипером Не прошу Кроме возможности Бла-бла-бла Понятненько Ну то есть Решил Как бы Давайте так честно Кратко Просто Без подробностей Как это можно Подытожить Решил Крысануть Получил В ответ В три раза больше Причем Справедливо Попробовал Это Замять Значит Все Ну типа Все это в итоге Ну вы помните При каких обстоятельствах Было Решил Как бы Решил Поступить Как крыса Получил в ответ Типа Справедливый гнев Потом Все это Типа С его По его просьбе Замялось С его общением Короче С Фред Гитаристом Я Скрыл свой видос Только Типа Из-за Просьбы Фреда На тот момент В итоге Со мной Ну типа Мы с опарином Никак Не договаривались Вообще Меня ничто не обламывает Просто прямо сейчас Взять и открыть Этот видос снова По большому счету Вот Ну вопрос Типа Хочу ли я это делать Или нет Зачем мне это Вот Хочу ли я снова Блять В кат Всрачиваете Во все Или Нет Ну я типа Это сделал Тогда Как я уже Рассказал Так вот Все типа Замялось А оказалось Что то ни хрена Ничего не замялось То есть он Подпольно вел Там Всякое Дерьмо И по хорошему Я Блять Морально Обязан Ради восстановления Справедливости Открыть видос Который еще Поначалу Мне Если я открою Вызовет в мой адрес Еще больше Хейта Чем Значит Когда бы то ни было При том что я Хочу вообще Уже Быть человеком Мира Любви Там типа Peace Там Love И так далее У меня 27 Типа Мне интересны Другие вещи Ну вот вопрос Готов ли я Во имя Восстановления Справедливости Просто Пойти на такое Хза Надо думать То есть как видите Он боится того Что от меня пойдет Так называемая вонь И естественно Может там Перемирие нарушится И в общем Так далее И так далее То есть Подводя итог На самом деле Я думаю Что вы посмотрите Видос Который выйдет На хейт канале Он будет более обширный Куча скринов И так далее Я просто вам показал Можно сказать Такую самую сжатую подборку Подводя итог Что происходит После этого Так называемого Перемирия Человек Несколько месяцев Накидал информацию С этим хейт говорилкам Возможно Опять же Одна из них Он является сам Придумал про то Что я тотальный Отморозок Который типа Ему угрожал Многое-многое Другое Я не знаю вообще Я ничего не знаю О том Что сейчас У Антона Апарина Я понятия не имею Мне это особо Неинтересно Мне похуй Что у него сейчас Что у него сегодня Как там у него вообще Сегодня дела Но По большому счету Мы в закрытом доступе Сейчас По его Инициативе По его просьбе Смотрим ролики Которые В общем-то Достаточно ясно Намекают На то Какой величайший Срач Пора уже Собственно Потихонечку Возрождать Но надо Начать Как раз С этих роликов С восстановления Той информации Потому что До сих пор То что сегодня Обсуждается Там на канале Будь он Короче На канале Пеннивайза Людьми Которым Как бы Которые связаны Со мной Очень тесно То есть Гапон Фред-гитарист И Альфарион Вроде как Ну не знаю Он писал мне Какие-то респекты Смотрят Типа меня И так далее Вот Вот какая Интересная ситуация Вот в какой Получается Новый срач Возможно Надо Вкатываться Получается Вот оно Ну Собственно Вопрос А что там Собственно Есть ли Вообще Какие-то Проблемесы В китарном Ютубе Которые Каким-то образом Связаны Я иногда Читаю Раз в сто лет Несколько Комментариев О том Что просто Ты там Такой Секой А вот А парень Вот он Молодец Ну Типа Это Не что-то Критичное Но Собственно Если есть Весомый повод То Видос Надо открывать Конечно Он накачал Хейтеров Этих До невозможности Что они Стали просто Реально Обезумевшие Стали срать На все Что можно Просто И на жену И вот Такое вам Перемирие Касательно Меня Когда говорят Ты же сам Сраный И так далее Господа Что с дебатами С Гапоном Я не знаю Условия Никакие Какие Что именно Какие условия И что от меня Требуется Какие условия И что от меня Требуется Вот мой Вопрос Я не знаю Что Я должен Писать кому-то Или что делать Вообще Типа Я Гапону Написал Типа Так и так Можем там В телеге Просто По видеосвязи Созвониться В какой-нибудь Там Денек Время Вечернее Такое же Удобное Ему И собственно Погнали Хз Я не знаю Что там Что там С этими дебатами Я же говорю Мне похуй На гитарный Ютуб Вне Там Стримов Точно Донатят Если Сейчас Уже Типа Блядь Говорю Что МВ готов В целом Я за Я за Мне нужно Понять Какие условия Что от меня Требуется Когда дата Можем Блядь Хоть сейчас По большому счету У меня Домой Доехать В 2 часа Ночи Можем Созвониться Подрубить Я не знаю Что у него Там Какие дела Грехи Ну тем не менее Которые можно Как-то Обсудить То что я Искренне Не уважаю Разного рода Хэймитов Слэйш И так далее То есть я Показываю Плохую их игру Я не оскорбляю Их личности Я не говорю Что они Типа там Такие-сякие Мудаки И прочее Но уважения Какого-то у меня К ним нет Правда Ну извините Как бы нет И второе Человек Я думаю Имеет При желании Моральное право Уважать Или не уважать Кого он хочет Это Блять Его выбор То есть Блять Фред Про Ну с другой стороны Были подколы Ну вот Какие-то И плюс Непонятно Ну короче Ладно Блять Это уже Насрать Что-то Как я сказал Показываю Плохую их игру Я не оскорбляю Их личности Я не говорю Что они Типа там Такие-сякие Мудаки Ну По крайней мере Да Нет прямых Оскорблений Это факт То есть Их как не было Так и нет ХЗ ХЗ Олейник сказал По типу Что никаких Гвоздей Фред не слышит Это навязывание Своих кусов Ну это Глупость Если он Так сказал Я не знаю Сказал ли так Олейник На самом деле Но если Олейник Так сказал Или если Кто бы то ни было Так сказал То Как минимум Фраза Никаких Гвоздей Фред не слышит Ну то есть Это возможно Как бы Введение Своей терминологии Но Понятие Гвоздей Описать Абсолютно Легко И это Я могу С этим справиться Не особо По фреду Даже Играя на гитаре Но Включив Несколько треков Спародировав их Я не знаю Там просто Блять Ртом Своим И Ну типа Что имеется Ввиду Под гвоздями Можно описать Буручи даже Просто меломаном В принципе Можно слышать Эти самые гвозди Мы это В ходе моих Стримов Как бы Проверили Просто На Живых донатерах Есть люди Которые просто Не играя Ни на каком инструменте Прекрасно понимают В чем разница Вот и все Прочее Но уважения Какого-то у меня к ним нет При этом Есть вкусовщина То есть там Например В сладжи Гвозди Нужно чтобы Не было гвоздей Ни в коем случае Иначе Как бы Прикол жанра Просто руинится Как и там Некоторые Не знаю Жанры Блэкухи Дэддум метал Еще чего-то То есть есть Как бы Жанровая техника А есть Ну такая Общеметальная Но типа Топ Про что Говорит Фред Канает В Ряде Жанров Относящихся К классическому металлу Вот Это точно При этом Ну типа Среди Того О чем он говорит Есть естественно И там Утрированные Вбросы На вентилятор Которые Являются Там Он говорит Что там С его По сути С Фред Гитаристовской Точки зрения С точки зрения Фред Гитаристовской Техники Условно Там Фрущанто Не только Не знаю Ну короче Не умеет играть Поняли Но есть еще Другая точка зрения Аранжировочная Вот Которая другая Но это Ребята Мы уже будем Обсуждать Когда-нибудь Позже Позже В другой раз Когда кому-то Это захочется Обсудить Вот и все Правда Ну извините Как бы нету И второй Мой такой Можно сказать Грех Что я отвечал Хамством На хамство В комментариях Ну Я надеюсь Что многие За всеми Был такой грех И это понятно Любой человек Как бы Рано или поздно Когда ты Начинаешь Допустим Особенно Если У тебя цели Благие Донести правду И тебе просто Куча говна Какая-то Причем Омерзительного Говна В тысячу раз Более омерзительного Чем то что ты Самая мерзкая Чем самое мерзкое Что ты когда бы то ни было Вообще в принципе В жизни произнес Естественно Ты будешь Отвечать Хамством На хамство Естественно Я тоже так делал И Любой бы так сделал Мне кажется Ну Почти любой Давайте так скажем Могут понять Может быть не все Потому что говорят Что взрослый человек Не должен так делать Должен просто молча банить Я не считаю Что кто-то кому-то Что-то должен Человек должен Оно Это либо банк Либо Законодательный Вот и все Когда допустим Мне пишут комментарии В духе типа там Ах ты там Ушлепок Ты не стоишь Там не знаю Мозоли Я твою мамку У меня мать умерла В страшных муках От рака Поэтому когда я вижу Такий комментарий Естественно могу бомбануть Я никогда не буду писать угрозы Но я могу написать Достаточно злой ответ Именно в плане хамства Что опять же делают Хейтеры и подобные персонажи Может быть тоже С наводки опарина Может быть нет Они этот скрин берут Который ответил я И кладут типа Гляньте он неадекват Никогда не показываешь Вырезая его из контекста Не показывая на что был ответ Не показывая фул То есть да 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 То есть Мухтар занимается Именно Ну есть огромный ряд случаев Собственно То чем я занимался Многие вот эти годы В гитарном ютюбе Это именно Зная Ну типа историю Имея довольно массивную Типа базу знаний С точки зрения Просто музыканта И еще и Так сказать Гоблина старейшины Эксперта по Русскоязычному гитарному ютюбу Я собственно Разоблачал Дешевые Какие-то такие Вбросы Мухтарские Вот И Это и есть Вероятная причина Типа их Большой Как бы Нелюбви В мой адрес Потому что Ну типа Еще до того Как какой-то Идиотский вброс Дошел бы До масштабов Там уже Самого канала Фредгитариста Если вброс был Идиотским То Он Просто На моих стримах Там я не знаю На 200 просмотров Как бы уничтожался Ну или там На 2000 И соответственно Просто даже Не разгонялся дальше Но типа Почти все Что Было Выдано Это Ну были попытки Просто идиотского Вброса Какого-то Вот в принципе И Вся История Так Вырывание из контекста Это да Любимый их прием Они этот скрин Берут Который ответил я И кладут Типа Гляньте Он неадекват Никогда не показано Что я отвечал При этом Лично я Например Про себя Точно могу сказать Я так не делал Мне хочется По крайней мере Верить В то Что я так не делал Что я не вырывал Никогда из контекста Значит Всю хуйню При том Что там были Просто омерзительные Иногда Какие-то слова Которые Типа Нужные Ну типа Хотелось бы вырвать Из контекста А иногда Просто ты обязан Блядь Из-за Того Что там Анонимный аккаунт Который Просто Блядь Нарушает Все законы Блядь Там Морали Нормы Там Блядь И государство То есть Это просто в принципе То что нельзя публиковать Ну типа Ярость Ненавистников Фред-гитариста Настолько велика Что Типа Ну Ну и плюс Еще раз Это массив людей Их там Пускай Допустим Что их там 20 тысяч человек Представьте Целое село Хейтера Фреда Они вот каждый день Только там Не знаю Сидят и думают Как бы ему поднасрать И Пытаются Любым образом Там Это Сделать Кто-то поблагороднее Возможно Или поумнее Но Всегда находится Там Какой-нибудь очередной Ну типа Особо отбитый чувак Который Придумывает Особо отбитую Херню И собственно Кроме таких случаев Никакого вырывания Из контекста Не было Вот и все Ну вот То есть С этой темой Да Я получается Бороться не могу Потому что Они просто так делают Поэтому я завязал полностью Если я кого-то Реально искренне обидел Ну Прошу прощения То есть Я больше таким вот Хамством в комментариях Не отвечаю И соответственно Кто-то обиделся Ну Прошу еще раз прощения Прости прощения За то что Хеймит играет плохо Я это показываю Я не знаю Типа Вообще Стоит ли Например мне Извиниться Пацаны не извиняются Ну там Попросить прощения Или У меня никогда Не было цели Кого-то огорчать Давайте начнем с этого То есть Вообще В принципе Вся моя деятельность На ютюбе По жизни И так далее Огорчить кого-то Как минимум Ни за что это сделать Ну ребят Это не про меня Были люди Которые Допустим Там По незнанию Какой-то ситуации Я это позже Узнал Понял И мне за это Тоже было Совестно Что Значит Огорчались Когда Ну например Я Не с теми Эмоциями Пусть даже я говорил Абсолютно точные слова Критические Но Допустим Человеку Может быть Обидно Когда ты вот так Улыбаясь Говоришь Как же Плохо здесь сыграно Да Еще что-то При том что Ну Я Как бы Нет моей Вины в этом Что человек Так воспринял Но даже за это Мне типа Ну было совестно В свое время Мне не хочется Простить какое-то Прощение У людей Которых я заслуженно Оскорблял Типа не знаю Как-то Огорчал И которых У которых Я бы так Сказал Пусть каждому По его Заслугам Так сказать Воздастся Но все же Если кто-то Несправедливо Был Мною Как-то Огорчен Прошу прощения Прости Типа Мне не хотелось Действительно Я Насколько Моему черному Сердцу Этого Хватает Сочувствую То что я сейчас Улыбаюсь Это Может я псих Я не знаю В конце концов У меня есть знакомый Типа Клинический псих У него Тоже там был Ютуб каналчик Он снимал ролик Он в принципе Всегда вот так Улыбается То есть он не может Ничего с этим сделать Например У меня Вот ну там Идиотская улыбка Может проскочить Случайно Я сейчас сам это заметил И понимаю Что это могло выглядеть Ну просто Не так Как я Имел это ввиду Я действительно Хочу Попросить Я просто даже Не понимаю Как это сформулировать Действительно Прошу Прощения У тех Кого я Когда бы то ни было Чем-то огорчил В жизни Простите меня Пожалуйста Если Это было Несправедливо Надеюсь Так сойдет Надеюсь Это будет Принято Леня Спасибо Привет из Москвы Как дела Умвипт Репаете Или делаете Новые материалы Ждать ли концерта Начиная С 3 сентября Когда был Концерт Четырехчасовой Моисей Великанов МВПД И Говнида Вот с того момента Нет С того момента Не репаем Ждать ли концерта Как хочешь Делаем ли Новый материал Пока не делаем Пока не до этого Ситуация Которая у меня Сейчас происходит В жизни О ней На канале Моисея Великанов 3 Лежит ролик 28 января 24 года Называется Пытаюсь объяснить Что происходило Три последних Месяца Там Может быть Если Я постарался Описать И объяснить Вот собственно Можно посмотреть Этот ролик Благодарю с донатом И в какой-то юморной Такой манере Нет Поэтому господа Те кто меня хейтит Те кто хотя бы Показывает свои лица Кто хотя бы Говорит Допустим Бейст Фред И прочее Я думаю Что господин Тот же самый Фарнев Хард Саунд Кто там еще Жданович Еще какие-то персонажи Та же самая Ася Допустим Сыромятников Я надеюсь Что они хотя бы Не занимались Таким открытием Потому что Я такого не делал Никогда Я знаю Асю Ивана лично И Они Люди славные И я сомневаюсь Что они бы Что-то такое делали То есть Мне кажется Ну это было Вообще Так давно И Настолько Я ту ситуацию Даже сам Честно уже И не помню И не знаю Что особо Но дело в том Что Иван Сасси Они в целом Тоже Достаточно Люди По моему Впечатлению Безобидные Хорошие Светлые Типа И Там Вот на кого Именно как-то Жестко наехать Это ну не знаю На Paypal Типа Как-то мы Вот делали Там Дис на Paypal Вместе с Аси Вот И Естественно Они бы Таким не занимались И у меня Сейчас Как бы Возникли Сомнения А не было ли Тогда в конфликте Наоборот Переборчика Со стороны Фреда Хрен знает Но Как будто Вот Ну на это Уж точно Я надеюсь Пофигу Всем Как будто У всех Все хорошо И Дай всем Перечисленным Просто Вообще Бог здоровья Забыть Какой-то Миллион лет назад Происходившим Срачам Вспоминать Вот эту Всю историю Скрытых Срачей Гитарного Ютуба Это Полный Пиздец Ребята Забейте Накидывать информацию Типа там Давай сделай Он мне угрожал Типа Обить его Прикинь Какая он мразь Там прочее Ну конечно нет То есть Я хотя бы Открыт Видно Что может быть Кого-то бесит Моя определенная надменность Еще что-то Но я хотя бы Вот прозрачно Все по мне понятно То есть Никому и не угрожаю Ничего такого не делаю Не плету какие-то адские Козни за спиной Поэтому конечно Я не знаю Что как бы От вас просить Наверное Может быть Не имею права просить Но хотелось бы Конечно Чтобы Господа в духе Не знаю Саша Зилкова Конечно Убрали с своего канала Какие-то видосы С этим вот Господином Апарином Чтобы там Тот же самый Ряженка Который Понятно Что у нас Ким и хейтер Но В нем Мне кажется Есть хотя бы Немножко Какой-то совести Он писал Как оказалось Нет Ну и собственно Ряженка Блять Еще и это Все вспоминает Серьезно что ли Опять туда Опять в это болото Просто Жесть Как же не хочется Другать там жену детей Или матерей И прочее Может быть Он уберет Может быть Еще кто-то Или хотя бы Ну Обсуждайте это Обсуждайте это Честно Потому что Склины у вас Все есть Информация есть Хотя бы Старайтесь Не так смотреть Что Фреда Басрал легендарных музыкантов Значит Фреда Приори мудак А Антон Апарин Это супер прекрасный Нежный барашек Который Типа там Никто Что типа Короче Он там Его все обидели Ему угрожают Он не спит Давайте его защищать Господа нет Правда До смешного Наоборот Я вам его показал И вот этот хейт канал Он тоже на самом деле Дико обижен Потому что он топил за него Просто как за своего Потому что он был реально уверен Что вот так оно и есть Что я типа там угрожаю Расправа Он не спит А вот видите Коварный Антоша Все это время Просто точил Вот такие вот Ну слово Обижен Типа Все Теперь нельзя Такие слова говорить Все ребята Теперь живем По понятиям Блять По слову пацана Все Сейчас уже 2024 И мы угораем Поэтому блин Сериалу Насколько мне известно Там какие-то кеки Сейчас Хайлайты со стримов Редгитариста Ходят На эту тему Ну то есть До меня долетают Какие-то типа там В телеграм Чат Который я свой проверяю Какие-то ошметки информации Ну бывает И может быть Если там Чувак мне Суперинтересно Что-то напишет В чате Не знаю Или где-то в личку Тут На десятой минуте Там Прикинь Про тебя Сказали Я открою Я естественно Вижу Как называется Видос Там Если он длится Одну минуту Я его по фану Может посмотрю Пойму Что там Не особо Что-то интересное В контексте Моей реакции Короче Забиваю болт Ну то есть Я чуть-чуть в теме Чуть-чуть все-таки В теме Что там происходит Два-три месяца Последних Ребятки Я И на свою-то Ютуб-деятельность Если честно Ну скажем С ней Тоже были Нюансики Вопросики Да Ну ладно Смотрим дальше И вот свои Змеиные Крысиные Козни Все Я надеюсь Что гитарное Сообщество Меня поймет Это все Обсудит Зарепостит Я думаю Что он будет Пытаться сломать Мой канал Потому что Он пытался Сломать канал Диме Ты слышал Он сам утверждает Что он сломал Канал Не канал А аккаунт ВК Моисею Давайте посмотрим Скриншот Ну можно было Упомянуть Моисея Как Моисея Великанова Все-таки Да Было бы Неплохо Так честно Тоже было бы Неплохо На самом-то деле Все-таки Хороший человек Моисея Великанов Вот Ну Потому что Какого Моисея Все остальные Перечислены Всех понятно Все знают Ну как бы Ясно как их искать А в контексте Вообще Самой прям Моей на тот момент Темы Гитарные срачи Хотя бы Упомянуть меня Типа Ну Полностью Этот мой псевдоним Было бы Неплохо Но Это уже Ребят Так Житейские мелочи Орео Пожалуй Просто Вот по причине Глупость Я тебе дам На полчаса Мьют Даю На полчаса Мьют Просто по причине Глупость И по причине Глупость Вброшенная В чат Типа Вне контекста Всего ролика Я наверное Буду теперь Делать так Даже в отношении Своих постоянных Зрителей Которые И так Глупости Вбрасывать Не будут Какая-то Такая идея То есть Я Свой чат Делать Не знаю Открытым Для Сранья Не собираюсь Я его сделаю Скорее наоборот У меня Уже Отсеяно У Большинства Хороших Добрых Замечательных Людей Просто есть Модраки Я думаю Просто новые Модраки Давать не буду И все Я помню Своих Постоянных Зрителей Олдов Это Респектовые Ребята И все То есть Если кто-то Захочет Посрать Где-то В интернете В комментиках Он пойдет Это Любой другой Канал Сделает Вот Ну я У себя буду Все чистить И чистить Ссылку на видос Могу То есть Вдумайтесь Что сам парень Утверждает Что он сломал канал И может Сломать его еще раз Получить доступ И так далее И так далее В общем У меня нет слов Комментируйте Распространяйте Лайкайте Снимайте Свои видосы На эту тему Всем большое спасибо И помните Что возможно Именно сейчас А парень Пытается сломать Ваш аккаунт ВК И помните Что возможно Именно сейчас Ну я не знаю Как ты это Так Артистично подал Мне смешно стало И помните Что возможно Именно сейчас А парень Пытается взломать Ваш аккаунт ВК Блин Большое спасибо И помните Что возможно Я кстати не знаю На самом деле ничего То есть Я никаких Следов Никакого Из Ну взлома Никакого Из своих аккаунтов ВК Честно говоря Ну не заметил Вот Возможно, это была шутка Я не знаю Но Ну, хз Возможно, именно сейчас А парень пытается сломать ваш аккаунт в ВК И читать вашу переписку Все, всем спасибо, до скорого, пока До скорого, пока Немножко так театрально, даже в конце Но, типа, я думаю, можно позволить себе Эту театральность в конце Учитывая, типа, что Ну, насколько мне известно Все выданное в этом ролике база Да, мистер Фридж Легендарный злой школьник БТВ Гитарист Группы Говнида Как раз на том самом концерте Вот Ну, собственно Вот уже новое поколение, так сказать, ребята Вырастает Вот они будут сражаться В гитарных войнах В будущем за нас Вот Такие вот дела Ну Да Обхохочешься, короче говоря Спасибо большое за донат Мое почтение Едем дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...